Два больших юбилея отмечает в этом году журналистское сообщество. 100 лет исполняется Союзу журналистов России и 60 лет его областному отделению. Этому событию посвящена традиционная медиа-неделя Подмосковья. В числе множества мероприятий в юбилейный год одним из самых заметных стало издание книги о Союзе журналистов Подмосковья. «Мы были как сапожник без сапог, рассказывали обо всех, кроме себя», – заметила председатель Союза Наталья Чернышева. За 60 лет это первая книжка о подмосковных журналистах. Презентовали издание в Раменском культурном центре «Сатурн». Там же развернулась тематическая фотовыставка. Я горжусь с вами, потому что без всякого особого ресурса административного и всякого иного, мы с вами не просто создали одну из региональных организаций Союза журналистов России, но организацию крепкую и сильную. У нас с вами впереди очень много задач. В числе этих задач – суметь найти ответы на вызовы времени, которые стоят перед журналистами. Передать опыт молодым журналистам, которые блестяще владеют информационными технологиями, но зачастую не вполне понимают значимость журналистского труда. Наконец, не утратить смысла в той профессию, которую сами для себя избрали. Кроме нас никто не знает, как непросто работать в малой прессе, в районе, перед лицом строжающего руководства района высокого и так далее. Иногда у нас не хватает авторитета быть твердыми и стоять на какой-то правильной точке. Вот я хочу пожелать вам – стойте крепко на том, что вы считаете правильным. Будьте ближе к тем людям, о которых вы рассказываете. Одним из важных этапов «Медиа-недели» стала ежегодная церемония вручения региональной общественной журналистской премии, которая в своем названии увековечила память Виктора Мельникова, учителя, журналиста, а позже – руководителя муниципалитета. Дмитрий Анатольевич был не просто журналистом, он еще был и как человек общественно значимым, как мы сейчас говорим, лом. Все значимые, что такое лом – это не тем, которым по голове или по голове на земле, а лидер общественного мнения. Профессиональные и общественные проекты оцениваются по четырем номинациям – журналистика, развитие СМИ, общественная деятельность, успешный дебют. Также вручаются спецпризы для победы в конкурсе, который проводится в восьмой раз. Важно быть не только журналистом, но и человеком, говорит Наталья Чернышева. Ведь наша задача – помогать людям и делать жизнь лучше. Мы, союз журналистов, принципиально поддерживаем тех наших коллег, которые не просто распространяют информацию, но еще и выполняют важную общественную миссию на своих территориях, выполняют важные социально значимые задачи на своих территориях. Надо отметить, что лауреатами премии имени Мельникова уже становились наши коллеги. Директор телерадиокомпании Щелкова Евгений Докукин и телеведущая Лилия Тимиева. В этот раз конкурсная комиссия также оценила работу Щелковского телевидения. Фильм «Дорога на Берлин с родиной в сердце» был удостоен призового места в номинации «Журналистика», в которой были представлены 24 проекта авторов из 17 муниципальных образований Подмосковья. Меняются участники, меняются проекты, но неизменными на конкурсе имени Виктора Мельникова остается чувство признательности за работу и профессиональная оценка труда журналиста.